До начала войны в Украине Россия продавала в Индию всего 2% своей сырой нефти. Сейчас эта цифра выросла в 10 раз. Пятая часть всей добытой в Российской Федерации сырой нефти едет в Индию. Все потому, что огромная страна, в которой живет миллиард 400 миллионов человек, отказалась соблюдать западные санкции в отношении российского импорта. Индия оказалась в зависимости от российской нефти, а российская экономика оказалась в зависимости от индийской валюты. Каждый месяц 2023 года Россия бьет рекорды по объемам поставляемой нефти в Индию. Сейчас эта цифра чуть меньше 2 миллионов баррелей нефти. Это примерно на 15% больше, чем в апреле. И объемы поставок с каждым месяцем растут сумасшедшими темпами. Они выросли настолько, что на данный момент Индия купила российской нефти на 40 миллиардов долларов. 3 триллиона 200 миллиардов рупий по текущему курсу. Казалось бы, российские нефтяники в очередной раз нащупали брешь в западных санкциях и опять оказались в прибыли. Но это не так. Индия платит нам за эту нефть своей валютой рупиями. Но есть проблема в том, что индийская валюта не является свободно конвертируемой. И фактически сейчас Россия накапливает огромные резервы индийской рупии, но потратить их просто не в состоянии. Каждый месяц российские компании накапливают около одного миллиарда долларов в индийских рупиях на счетах в индийских банках. И фактически эти деньги российским компаниям недоступны. Точнее они доступны. Но что можно купить на индийские рупии? Только индийские товары. Чай или пряности. Например, 10 крупнотоннажных сухогрузов чая. Или 10 железнодорожных составов куркумы. И Российская Федерация будет обеспечена этими дефицитными товарами на 20 лет вперед. Если, конечно, их не съест моль в сыром российском климате. Последствия супер сделки по продаже нефти в Индию даже связали с падением рубля. Почему доллар в России стоит почти сотку? Михаил Загородов, высший российский глава Минфина, объяснил. Во всем виновата Индия. Россия сейчас продает в Индии нефти в 22 раза больше, чем еще пару лет назад. За полгода продал этой нефти на 30 миллиардов долларов. И если эти миллиарды так и остались в Индии, то это действительно могло ударить по российским финансам. Если 30 миллиардов до России не дошли, у нас тут дефицит валют и, соответственно, падение курса рубля. Больше, чем индийцы покупают российскую нефть только Китай. И тоже за национальную валюту, юани. Юани просто продолжают лежать в Китае и их не ввозят обратно в Россию. Вопрос, что с ними собираются там делать и как долго они могут там накапливаться, все еще открыт. Потому что, конечно, дочерние компании какого-нибудь того же «Газпрома» или «Сурбутнефтегаза», в общем, любых этих гигантских корпораций российских, они там могут себя вполне себе хорошо чувствовать, но санкций на них нет, все-таки они не в Европе. Но что делать с этим капиталом – не ясно. Но из-за великой китайской стены можно вывести что-то взамен. Крупнейшая мировая экономика научилась производить товары, которые нужны всему миру. Юани еще можно как-то использовать, потому что там с Китаем есть двусторонние торговые отношения. Китай, в принципе, крупная экономика. Они много чего делают. Вон там, не знаю, завод Рено выкупили для москвича, который не москвич. Вот. Или еще какие-то вещи делают в России. То есть за все это приходится платить юанями, потому что мы покупаем китайские товары у Китая. Вот. Что делать с рупиями, вот вообще не ясно, потому что мы-то в Индию продаем нефтегаз, а вот обратно мы ничего не получаем. Хотя в российском обществе гуляет еще одно объяснение индийской нефтяной сделки. Чисто российская, в стиле Путина и Шойгу. Только вот Индия-то большую часть российской нефти так или иначе перепродает в третьи страны и за настоящую валюту. И предположить, что наши экспортеры, зная об этом, согласились брать рупии, скорее всего, брали доллары. Настоящие. А рупии никому не нужны. Написали в отчетах, чтобы хотя бы ну 30 миллиардиков да на родину не возвращать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова